Два дня псу под хвост! Два дня в вонючей камере по надуманному обвинению! Это тупой, тупой полицейский! Если я увижу его ещё раз... Да, Алькатрас! С кем вы хотели поговорить? Нико, Кэндис, где ты была? Гостила у друзей. Босс тебя порвать готов. Лов, спасибо за предупреждение. Держи его от меня подальше, хорошо? Попытаюсь. Спасибо. Увидимся, пока. Я так и не выяснила, что такого особенного было в убитом парне. Пятый эпизод. Сломанный меч 3. Спящий дракон. Мы в квартире вот этой любопытной журналистки по имени Нико, которая только что вышла из тюрьмы. Ну, временно задержана была на двое суток за то, что лазила на месте преступления. Некоторое время назад я купила телевизор и DVD-плеер, но почти их не включала. Давайте... Давайте осмотримся в квартире. Мой побитый старый телефон знавал лучшие времена. Все-таки наша героиня здесь живет. Эту картину подарил мне Джордж. Я так и не заставила себя ее выбросить. Это было фото Джорджа, моего старого друга. Хотела бы я знать, что он делает в эту минуту. Скорее всего, ловит рыбку в мутной воде для своей юридической конторы. Славные у нас с ним бывали моменты. А уж опасные на две жизни хватит. Дверь в ванную выглядела слегка ободранной. Как в Фаренгейте, да? Ходим, в туалет зашли, подписывали, покакали. Вообще вот напоминает Фаренгейт. Не по сюжету, я имею ввиду, не по атмосфере, а по тому, как вот реализовано вот это все технически. Но Фаренгейт вышел два года спустя. Это игра 2003 года, Фаренгейт 2005. Я не была сильна в уходе за комнатными растениями. Ну, вроде бы мы осмотрелись. Когда-то он принадлежал моему отцу. Самое ценное из всего, чем я владею. Маленькая статуэтка была отвратительной. Она могла бы стоить состояние, если бы не чудовищно потертый щит. Я подумала, что стоит проверить сообщение. У вас есть новое сообщение. Бонжур, мадемуазель. У меня есть для вас очень важное сообщение. Карнизы. Когда вы в последний раз проверяли карнизы? Хм, так я и думал. Вообще-то, я представляю компанию «Нет деградации карнизов». Я хотел рассказать вам о предложении карнизы в массы. 50-процентная скидка на все карнизы, заказанные до конца месяца. Помните, ваш карниз – ваше лицо. Почему бы не исключить деградацию из своей жизни? Ах да, не утруждайте себя ответным звонком. Я сам перезвоню. Нико, это твой редактор, помнишь меня? Где ты была эти два дня, черт побери? Что это за чепуха с арестом? Перезвони мне, как только прослушаешь это сообщение. Возможно, мне следовало позвонить. Я подумала, что у Андрея могут быть какие-то идеи. Андре Лобино. Привет, Андре. Нико, где ты была, черт возьми? Я второй день тебя ищу. Меня арестовала полиция. Что? Ты что, с ума сошла? Что случилось? Они два дня продержали меня в камере по надуманному обвинению. А потом выпустили, даже не подумав извиниться. Я надеюсь, что след еще не остыл. И что ты собираешься делать? Искать новые улики, я думаю. Андре, мне нужно продолжить расследование. Возможно, мне следовало позвонить. Надо позвонить в газету. Отдел новостей. Привет, Кэндис. Он у себя? Опять на совещании. Он позвонил мне и оставил сообщение на автоответчике. Я скажу ему позвонить тебе. Когда у нас вводится. Пока. Возможно, мне следовало позвонить. Так, ну что? Мы со всеми позвонили, поговорили. Я решила выйти из дома. И отправляемся опять в квартиру Вернона. И сходить в квартиру Вернона. Не имется нашей девушке. Уже отсидела двое суток за излишнее любопытство. Снова рвется. Я подумывала о том, чтобы уехать отсюда. Снова рвется туда же. Она решила остаться. Она задавала очень много вопросов. Странных вопросов. Если ты спросишь меня, то я скажу, что никакой она не корреспондент. Дамы? Почему вы не хотите со мной поговорить? Она напомнила мне одну мою тетушку. Женщина была не из приятных. Бонжур. Бонжур, мадемуазель. Я думала, вас арестовали. Меня отпустили, потому что я его не убивала. Ты ошиблась, Эдит. Ох, не думаю. Та женщина, которую вы видели. Я на нее и сейчас смотрю. Вы помните какие-нибудь подробности, которые могли бы помочь? Я все рассказала полиции. С какой стати мне рассказывать это вам? Потому что она попыталась повесить на меня убийство. Ха! Вы за кого меня принимаете? За персонажа из дурацкого детектива? Она получила ужасную травму. Травму. Не только она. Она мне кое-что рассказала. Она подслушала кое-что, что говорил Вернон. Продолжайте. Это может быть важно. Он сказал, что сила растет. Упомянул манускрипт. Это важно? Возможно. Спасибо. Судя по ее виду, старуха могла простоять здесь целый день. Так, ну что, проникнуть в квартиру Вернона можно только только через балкон кухни. Невозможно управлять. Я совершенно не могу управлять. так, еще выше нам надо, еще выше. полиция очень качественно опечатала место преступления. Квартира была надежно заперта. Я видела, что в скважину вставлен ключ. Дверь была заперта. Чтобы открыть эту дверь, нам нужно воспользоваться старым трюком с газетой и карандашом. Просовываем под дверь газету. Просунули газету и теперь карандашом выталкиваем ключ из замочной скважины. И вот ключ у нас. Открываем дверь с помощью ключа. Замок открылся с приятным щелчком. На стойке стояла коробка бумажных платочков. Забираем. Девушка всегда должна иметь при себе носовой платок. Украли носовой платок. Нет, в туалете нам сейчас делать нечего. Я легко догадалась, что окажется за дверью. Бедняжка выглядела так, словно проплакала несколько дней подряд. Простите, Беатрис. Зачем вы пришли сюда? Разве полиция вас не арестовала? Они меня выпустили. Я не убивала Вернона, но видела женщину, которая это сделала. Чего вы от меня хотите? Я хочу помочь. Убирайтесь! Нужно дать ей носовой платок, иначе она с нами не заговорит. Вот. Если вы не захотите разговаривать, я вас пойму. Спасибо. Могу я поговорить с тобой о Верноне? Он очень хотел с тобой встретиться. О чем он хотел со мной поговорить? Ты знаешь? Ну, в общих чертах. Он ввел себя так странно. Продолжай. Он сказал, что его жизнь в опасности. Не позволял мне приходить к нему домой. Мы встречались в саду. Почему он был так напуган? Из-за этих людей. Каких? Не знаю. Они заплатили Вернону, чтобы он расшифровал один древний манускрипт. Не знаю, почему они с ним так носились. Этот манускрипт каждый может скачать из интернета. Он его взломал? Еще бы. Вернон самый лучший. Был лучшим. И что случилось потом? Они велели ему молчать. Угрожали. Это было полгода тому назад. Значит, он рисковал жизнью, чтобы поговорить со мной. Но почему именно сейчас? Он сказал, что все сходится. Что сходится? Он не хотел мне говорить. Думаю, то, что было в манускрипте. Что ты знаешь о сейфе Вернона? Только то, что он у него есть. А комбинацию не знаешь? Нет. Она обязательно должна быть простой. У Вернона была ужасная память. Правда? Я над ним смеялась, потому что он все время спрашивал, когда у меня день рождения. Продолжайте. Скажи еще раз, когда у тебя день рождения, малышка? Он так все время спрашивал. А я ему отвечала. 23 октября каждый год и в один и тот же день. Ладно, Леатрис, я пойду оставлю ты здесь. Нет. Подожди, а это женщина? Что если она вернется? Не волнуйся, она не вернется. Что ты собираешься делать? Я собираюсь ее найти и во всем этом разобраться. Спасибо за помощь. До свидания. Мы только что узнали день рождения вот этой девушки и это является кодом к домофону. Если ты что-то вспомнишь или тебе просто будет нужно с кем-то поговорить, я буду на рю жаре 361. Спасибо. Я тебе очень признательна. Вводим в сейв код день рождения этой девушки. Дверь была крепко заперта. только еще эту дверь надо найти. Сложив единую картину то, что я узнала от Беатрис, я поняла, что комбинация это дата ее рождения. Вуаля! Внутри были всего две вещи, нарисованная от руки схема и DVD. Диаграмма Вернона. Вернон утверждал, что в диаграмме скрыт некий смысл. И DVD диск. DVD не был подписан. Мне было все равно, кому он предназначался. Долг журналиста добывать информацию любыми методами. Мне оставалось найти DVD-плеер, чтобы просмотреть его. DVD есть у нее в квартире, так что нам сейчас нужно возвращаться домой, чтобы посмотреть этот DVD. DVD. был у меня. Теперь мне надо было узнать, что на нем. Лучшее, что я могла сделать, это вернуться домой. Что за... А! Ёб твою мать. DVD был у меня. мне надо узнать, что на нем. Тут просто надо было... Кнопку вправо и С. Что за... А! Держать нажатый. Боже мой, почти! Это была та самая спортивная машина, которую я перед этим искала. Я подумывала о том, чтобы уехать отсюда. И решила зайти к себе в квартиру. ну, естественно, первое, что мы сделаем, это посмотрим DVD диск. когда я вставляла диск в плеер, руки у меня дрожали. Что могло быть настолько важно, чтобы убить за это Вернона? и ты смотришь это, мышка, значит, значит, ты знаешь, что случилось. Весь мир в опасности, Беатрис. В манускрипте, за расшифровку которого мне заплатили эти люди, скрывалась тайна. Смертельно опасная тайна. Хотя тогда я этого не знал. Помнишь про все эти землетрясения и дикую погоду, о которых я говорил все время? Все это предсказано в манускрипте. Оказывается, он весьма знаменит. Называется «Рукопись Войнича». Люди пытались кракнуть его многие годы, а сделал это я. Я Вернон Блие. Я расшифровал не все, но того, что я понял, было достаточно. В нем говорится о силе, могучей настолько, что она могла бы уничтожить все человечество. Она постоянно обтекает землю по маршрутам, известным как силовые линии. Китайцы называют их путями дракона. Представляешь, одна древняя цивилизация даже научилась использовать эту энергию, и это дало ей великую власть. Потом они стали алчными и потеряли контроль. Сила нанесла удар. Она чуть не разрушила весь мир. Беатрис, люди, которые заплатили мне, хотят обуздать эту силу. Если они это сделают, наступит конец света, самый настоящий. Здесь ты найдешь диаграмму. Она очень важная, хотя я не понял, почему. Пока не понял. Я знаю о двух вещах, которые очень важны. Нечто под названием «Ключ Соломона» и странная фраза «Дьяволы и ведьмы пляшут с коровами на шабаше». Чем больше я работаю над бонускриптом, тем больше моя растерянность и тем больше я боюсь за свою жизнь. Что бы ни случилось, Мышка, я люблю тебя. Мне нужна была большая тема. Похоже, я ее нашла. Но чтобы понять, что все это значило, мне нужна была помощь. Нужно воспользоваться телефоном. Я подумала, что стоит проверить сообщение. У вас есть новое сообщение. Бонжур, мадемуазель. У меня есть для вас очень важное сообщение. Карнизы. Да что ты будешь делать? Опять с этими карнизами. И сейчас пять минут уже слушать придется. Нельзя пропустить. Нельзя пропустить. Сдолбал. Я же понимаю, что наша героиня очень любит лазить по карнизам, но для нее это предложение актуально. Но нельзя же сделали хотя бы кнопку «Эскейп», чтобы пропустить эти диалоги. до конца месяца. Помните, ваш карниз – ваше лицо. Почему бы не исключить деградацию из своей жизни? Ах да, не утруждайте себя ответным звонком. Я сам перезвоню. Нико, это твой редактор, помнишь меня? Где ты была эти два дня, черт побери? Что это за чепуха с арестом? Перезвони мне, как только прослушаешь это сообщение. Мы же слушали уже. Возможно, мне следовало позвонить. Я подумала, что у Андре могут быть какие-то идеи. Андре Лобино. Привет, Андре. Хорошо, что ты появилась. Я о тебе очень волнуюсь, знаешь ли. О, Андре, ты такой милый. У меня серьезная проблема, Андре. Мне действительно нужна твоя помощь. Расскажи мне, что случилось, и я посмотрю, что могу сделать. Парень, которого убили. Тот, у которого ты пришла брать интервью? Да, он. Он оставил мне сообщение. Записал его на диск. Как драматично. Голос с того света. Это серьезно, Андре. В этом послании он говорит, что сумел расшифровать некий манускрипт Войнича. Еще. Ты знаешь что-нибудь о ключе Соломона? Я должен посмотреть сам. Жди меня у себя. Что бы ни случилось, Мышка, я люблю тебя. Если хотя бы десятая часть всего этого правда... Придется признать это, Андре. Давай подведем итог того, что он нам рассказал. Нечто под названием рукопись Войнича утверждает, что некая древняя цивилизация воспользовалась энергией, которая протекает прямо через планету. И что кто-то пытается воспользоваться этой силой сегодня, возможно, вызывая по ходу дела землетрясения. Странная диаграмма и нечто под названием ключ Соломона имеют важное, хотя пока и неясное значение. Я не имею ни малейшего представления о том, что такое эта диаграмма, но я знаю, что такое ключ Соломона. Что он открывает? Это знаменитая книга, в которой содержится мудрость Соломона. А что еще там было? Дьяволы и ведьмы пляшут вместе с коровами на шабаше. Считалось, что дьяволы и ведьмы пляшут на острове Сен-Луи. Часть этого острова называлась Иляваш. Коровий остров! Связь с островом Сен-Луи очевидна. Если бы нам только удалось ее нащупать. Андре мой добрый старый друг. Он всегда мне во всем помогал. Что это может значить, Андре? Нам придется подойти к этому методически. Ты сказал, что ключ Соломона это книга? Да. Есть даже древние манускрипты на иврите, которые считают именно этой книгой. Но серьезные ученые не верят в их подлинность. Возможно, в настоящей книге есть еще что-то про эти дела. А какова роль острова Сен-Луи? Не имею представления. Возможно, нам нужна привязка к другому источнику информации. Думаешь, театр как-то связан с этим островом? Тебе придется провести небольшое исследование. Я знаю, куда следует позвонить. Как ты думаешь, что представляет собой этот узор? Похоже на паука. Андре, это серьезно? Думаешь, это может иметь отношение к силовым линиям, о которых он упоминал? Может, это то место, где силовые линии встречаются? Гениально! Честное слово! Только как это сможет нам помочь? Думаю, надо позвонить по телефону. Возможно, мне следовало позвонить. Надо позвонить в газету. Отдел новостей. Мне нужна твоя помощь. Для этого я тут и нахожусь. Ты у нас бывшая актриса. Ты должна это знать. На острове Сен-Луи есть что-нибудь связанное с театром? Там есть старый театр. Я знаю людей, которые несколько лет назад пытались открыть его снова. Но последние пять лет он совершенно заброшен. А название у него есть? Леороглиф. Спасибо. С меня причитается. Пока. Что это может значить, Андре? Нам придется подойти к этому методически. Андре, ты знаешь что-нибудь о театре под названием Леороглиф? На острове Сен-Луи? Да. Нет. Значит, мне придется взяться за расследование. Я хотела выйти из квартиры. Андре, я собираюсь опять поохотиться за уликами. Слегка поздновато для того, чтобы шляться по старому театру. Со мной ничего не случится. Как обычно. Алло? Помнишь меня? Я твой начальник. А-а-а! Где ты, черт возьми, была? В тюряге. Как это так вышло, что ты не внес за меня залог? Как раз сейчас у нас небольшие проблемы с финансированием, Нико. Именно поэтому у нас есть для тебя новые задания. Я все еще работаю над темой убитый хакер. Это вчерашние новости. Я хочу, чтобы ты... Я собираюсь с этим до конца разобраться. Бросай эту тему. Нет, меня кто-то подставил. У тебя нет права выбора, Нико. Мы так не договаривались. Если так, я знаешь, мне стало лучше. Остается только один маленький вопрос. Как ты будешь платить по счетам и что ты будешь есть? Что-нибудь наклюнется. Ты говоришь, как твой друг Джордж. Судя по виду, театр был заброшен уже многие годы. Мне не верилось, что это то самое место. Чтобы разобраться, я должна была попасть внутрь. Дверь была в ужасном состоянии. Зато замок был навехонький. Очевидно, кто-то по-прежнему здесь бывал. В театр мы через главный вход, не через главный, не через черный никак не попадем. Нам нужно искать обходной путь. не вижу куда бежать. машина, которая только что пыталась нас бить и на которой приезжала убийца. Это был красный ягуар, который чуть меня не переехал. Убийца явно была связана с этим театром. Было похоже, что я все-таки иду по правильному следу. я могла разглядеть маску, о которой говорила охранница со стоянки. Я была там, где нужно, без вопросов. Ну-ка, ну-ка. Дверь была заперта. Я не могла открыть ее никоим образом. Попрос в театр мы можем через крышу соседнего здания. Залезать будем вот по этим лесам. Нужно найти лестницу. Где-то здесь она. Вот лестница. или не. Вот лестница. Где она здесь? Вот лестница, да. Нам нужно как-то туда залезть. Так. на самый верх. Так. не понял, здесь тупик, что ли? А, еще наверх. Тупик. Щит был прикручен к лесам тонкой бечевкой. Развязать ее не стоило труда. Это была опасная игра, но у меня не было выбора. Ну что же, я отвязала щит, и ничего не произошло. Может, он застрял внизу? Я уже отвязала щит. Его нужно еще и внизу развязать. Так что спускаемся опять вниз. Так, здесь мы не пройдем еще ниже. Так, вот здесь вот перепрыгнуть нужно. Здесь наверх. Так, и вот этот ящик вот подвинуть. И теперь мы можем запрыгнуть отсюда вот с ящика. Вот, нижняя часть щита. Это был рекламный щит. На вид он был достаточно длинным, чтобы дотянуться до другой стороны проулка. А это было именно то место, куда мне надо было попасть. Снизу щит держали металлические скобы. Ну-ка ты, ой. Получилось. Каждый мой шаг грозил смертью. Ну и что? Все равно я ощущала себя так, словно мне уже вынесли смертный приговор. Господи! Еще бы чуть-чуть и... Я оказалась в ловушке. Назад пути не было. Мы выбрались на крышу театра, и назад пути действительно у нас нет. Это была дверь на крышу. Мы внутри. Музыка. 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 Кто-то шел сюда. Мне нужно было спрятаться. Выбора у меня не было. Оставалась только витрина со сладостями. Я буду тосковать по Парижу, моя дорогая. Он был прелестен, не правда ли? Я никогда его не забуду. Но в городе становится неспокойно. А эта база нам больше не нужна. Когда мы уезжаем? Скоро. Все идет совершенно так, как я и планировал. Разумеется. Кажется, у нас гости. Это здесь проходит прослушивание? Опять ты. А, значит, это та самая девушка. Петра, моя дорогая, ты должна нас представить. Никокалар, сеньор Сусара. Мы никогда раньше не встречались. Однако, наши жизненные пути уже давно успели пересечься. И это не к добру. В вашем случае, это несомненно так. Ник, флэп? Ник, флэп? Продолжение следует...